Здравствуйте! Я вам хочу рассказать одну байку. Байка из старинной совершенно жизни начала 19 века. Связана с очень, тем не менее, таким вот прогрессивным современным делом, биржевой игрой. О как! Значит, тогда были у нас наполеонские войны, у нас это в Европе. Британия боролась с корсиканским чудовищем, с Наполеоном, да? У Британии было такое занятие балансировать весы вот сдержек и противовески европейских, да? И вот он всегда противопоставляли Франции, Австро-Венгрию, как по-теперешнему говоря называть, с Австрией. Но вот иногда эти весы разбалансировались, и начиналась Европейская война. И вот это был один из таких неудачных балансов, когда война продолжалась несколько десятилетий. Большие деньги тратила Британия на эту войну, но строго держала курс своего фунта стерлингов. Занималась тем, что продавала облигации государственные, и на эти деньги, вырученные от продажи облигаций, занималась войной, финансировала войну. В том числе и войну между Россией и Францией в свое время. Помните, вот это тоже было их задачей. Так вот, подошло все дело к концу. Наполеон сбежал со своего острова Эльба, высадил сокол Марселя. Корстиканское чудовище высадилось во Франции. Генерал Бонапарт приближается к Париже. Его императорское величество вступает в Париж. Это заголовки французских газет, ведь как менялся их тон. На сотый день после высадки случилась битва при Ватерлоу, известная и печальная для Наполеона. Наполеон эту битву проиграл. Дело было так. К вечеру уже герцог Веллингтон, это британский командующий, разбил армию Наполеона на много мелких кусков. Но на горизонте были столбы пыли, кто-то приближался, то ли подкрепление к Наполеону, то ли на подмогу герцогу Веллингтону британцу идут пругские военные, которыми руководил Блюхер. В фильме, кстати, Бондарчука Блюхер играл тот же самый актер, что играл Сталина по освобождению. Такой тоже суровый человек. Ну, просто таки явились и добили наполеоновцев. На следующее утро в британской столице, в Лондоне, начинает работать биржа фондовая. На бирже еще никто не знает, чем кончилась битва при Ватерлоу. А вот один человек, барон Ротшильд, такой известный банкир, он уже знал. У него была своя система оповещения, то есть он владел, как сейчас называется, инсайдерской информацией. Вот сейчас это так называется. И вот начинается торг. А он уже знает, в чем был. Он уже дал указания своим этим помощничкам, шакалам таким биржевым, что нужно делать, в какой момент. Входит он в зал и начинает выставлять на продажу пакет за пакетом облигации правительства Великобритании. Ну, все. Все говорят, все. Проиграли мы битву при Ватерлоу. Ротшильд распродает облигации, весь свой портфель. Давай и мы скорее продавать. Облигации упали в цене, шакалы все скупили. Тут приходит новость. Наполеон разбит. Герцог Велингтон победитель. Радость. Цены, естественно, на эти облигации растут вверх. Кто выиграл? Кто пожал плоды этой победы, да, этих кровавых нескольких десятилетий наполеонских войн? Вот. Барон Ротшильд, известный банкир. Вот так вот. Помните, такие есть стихи у Лермонтова про Бородино? Лиха им досталась доля, немногие вернулись с поля. Вот это вот про тех героев Бородина, которые погибли. А знаете, почему он имел в виду, когда говорил, лиха им досталась доля? Вот у нас сейчас как-то забылось. Дело в том, что убрать некому было убитых с Бородинского поля, и они несколько лет лежали. Ну, соответственно, антисанитарные условия, запах лишили, все это дело прибрать. Вырыли такие траншеи, длинные, перекрывали. Раньше сейчас перекрывают шпалами, а тогда нам перекрыли жердями, бревнами. В траншеи наливается смола, поджигается. И вот стаскивали останки и наших, и противников, и лошадей, все вместе сжигали. Вот так, без погребения, герой Бородина и их противники, в общем-то, остались. Сожгли их просто, и все. Все, лиха им досталась доля. А прибыль вся досталась барону Ротшильду. Вот так вот. Всех благ вам, до свидания, удачи.